27 октября, четверг. Мы начинаем работу студии в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. Для вас работают Александр Новицкий. И Алла Есина, здравствуйте. Четверг – это тот день, в котором все страсти накаляются максимально. Все движется к концу недели. И именно сейчас в интернете квинтэссенции, происходящего за эту неделю. А кто у нас главный на Думской ТВ по интернету? Ну, конечно же, наш коллега Евгений Салтанов. Жень, приветствуем тебя в эфире Думской ТВ. Ты, как всегда, нам подготовил обзор, о чем гудят социальные сети. Кто у нас первый по списку и о чем, собственно, говорят? Продолжают гудить социальные сети с поводу поднятя минимальной заработной платности. Про это мы говорили вчера. Со знаком плюс или минус? И плюс, и минус. Мало кто в это верит. И знаете, есть очень много гучных заяв, про которые мы обовязково сегодня поговорим. А начнем с того, что президент Украины Петро Порошенко заявил про то, что Украина будет бороться с бедностью. Ось так. Давайте послушаем, что сказал пан президент. С удовольствием. Не может быть так, чтобы человек, который работает полный рабочий неделю, получает столько денег, как и тот, кто не работает и получает помощь по безработке. И с 1 сентября 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 грн. Причем я вернулся до Уряда и парламенту вжити вичерпных заходов, чтобы это решение не подвищало ни одного податка. Насамперед, это касается малого и среднего бизнеса. Это решение касается более 4 миллионов работающих украинцев, уровень оплаты которых сегодня складает 1450 грн. Для выплаты в государственном секторе будут найдены соответствующие ресурсы государственного бюджета. Что касается приватного сектора, это четкое правило, которое позволяет украинцам выплатить меньше, чем 3200 грн. на месяц. Украинцам, которые работают. Это решение – это борьба с бедностью и защитой работающей люди. И отрыв минимальной заработной платы от рассчитывания прожиткового минимума даёт употребление минимальной заработной платы в ближайшие годы. Продолжение следует... Потому что 3200 тоже не проживешь на 3200. Но, конечно, я хотел сказать, что 1500 – это как раз стоимость коммунальных услуг за квартиру. То есть один человек, из, допустим... Это не минимальная стоимость. Абсолютно верно. То есть из двух работающих человек в семье, например, зарплата одного... Ну, например, 2 человека так отримают 2 минимальные зарплати – 3000 грн. А половина цієї суммы йде на оплату коммунальных послуг. Вопрос, могут ли одеться в течение года и просто продуктовым образом пропитаться люди, которые получают на двоих 1500 гривен на месяц? То есть 1500 на коммунальные послуги, остается 1500. Я спрашиваю, можно ли прожить на 1500 гривен двум людям? Что можно купить даже в день по поесть? Так, хлеб, я не знаю, яйца и все. Ну, учить в цену яиц, масла. А я чувствую, что у родины есть яйца, но это вообще не нужно. А мясные продукты, о них вообще можно забыть? Звичайно. Але я вам скажу, что 3200 – это далеко не межа. Зараз я хочу, зараз мы послухаем Романа Насірова, голову Державної фискальної службы Украины. Он обещает еще больше? В тричине, даже больше. Давайте послухаем, что он сказал. Сьогодні одна из важливейших инициатив Державної фискальної службы поддержала поддержку премьер-министра и Кабинету министров Украины. Уряд планує збільшити мінімальну заробітну плату до 3200 гривень. Про це заявив премьер-министр України Володимир Гройсман, відкриваючи заседання уряду. Я вважаю, що це гарний перший крок. Наступного року ми повинні її підвисити до 5, і потім до 7500 гривень. Збільшення мінімальної заробітної плати – ще один важливий крок на шляху до виведення економіки стіні. Повного знищення такого явища, як зарплата у конвертах. А це, в свою чергу, збільшення надходжень до бюджету. На сьогодні фискальна служба перевиконує плани по надходженням до бюджетів всіх рівнів. А це означає, що всі передумови для фактичного збільшення мінімальної заробітної плати вже є. Наш прямий обов'язок – забезпечити стабільність економіки та добробут громадян. Я думаю, що 7500 гривень, я думаю, що 7500 гривень в настоячому курсі – це не проблема. Про Національний банк ми сьогодні поговоримо, є дуже гаряча новина, але трохи згодом. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже задекларував свої доходи. Що-то мені підказувало, що у нього чуть вище, ніж 1500 гривень в місяці, навіть вище, ніж 300 гривень. Трохи разом із доходами від підприємницької діяльності моєї дружини від мільйона гривень щорічно. Такий ось доход. А згідно з новими вимогами, я задекларував декілька годинників, куплених мною в різний час для себе і для дружини. Якось не було ніколи в нашій родині заведено полювати на дорогі речі. Оце одна з моїх любимих цитат з Володимира Гройсмана, учитывая то, що він задекларував. А треба декларувати часи Apple Watch? Они же не являються, по большому счету, произведенням искусства, но при этом стоїть хороших денег. Декларувати треба абсолютно все. А не являються часами, а не являються смартфоном, а не переносним комп'ютром? Как їх треба декларувати? Тобі треба задекларувати, до якої категорії віднести. І дивіться, я хочу зараз подивитися коментар Юрія Чавена. Які ж у наших політиків, посадовців, суддів та прокурорів розумні ці дружини, яку не візьмив бізнес-момент з мільйонними доходами? Все-таки українські жінки найкращі в світі. Тобто, яку ми маємо ситуацію, що всі наші політики, посадовці, можна сказати... Удачно женілись. Прикриваються доходами моїй дружини. Мовляв, це все не моє, самі на день народження подарувала дружина. Звідки там така машина, звідки така квартира, все це моя дружина, у якої свій власний бізнес. Можна в це вірити, друзі? Одно з двох, либо це так, либо, Євгеній, ти просто завідуєш. Я не заздрів. Повітьте, не можете, розумієте, у всіх політиків і дружини мільйонерші. А політики у нас бідні, виявляється. Удачно женілись. Я тебе кажу, що жінка має удачно вийти замуж, а у нас з політики удачно женяться. Жень, прервемо тебе буквально на минуту. Наш корреспондент, наша колега, київський корреспондент Лили Априль, сейчас на прямой связи со студией. У нее есть интересная информация, она вже готова ей поделиться. Лили, тебе слово. Доброго дня, студія. Да, я стою сейчас у Святошинського суда, где должно было пройти заседание по делу преступлений. Против участников революції достоинства, в частности, сватбодовца Олега Тягнебока і Василия Пазаняка. Но узнав о наличии пресси, которая приехала на суд, адвокат защиты, руководителя Львовского Беркута, поцеляка не явилась. И при этом она успела написать заявление о том, что она заболела. И в том числе она знает, до какого числа она будет болеть. В результате суд перенесся на 8 ноября. Тягнебок назвал это игрой на затягивание судового процесса. И считает, что это дело пытается довести до полного абсурда. Он обеспокоен ситуацией и делает акцент на том, что очень много иногородних свидетелей и потерпевших приезжает. И, естественно, если суды будут и дальше переносить, то они просто устанут приезжать. Его очень пугает эта ситуация с затягиванием судового процесса. Также он сделал акцент на том, что вообще эта ситуация достаточно сложная и запутанная, поскольку дело разбросали, прокуратура разбросала это дело на три суда в Киеве, что дает адвокатам защиты перетягивать, как говорит Тягнебок, перетягивать суд на свою сторону. Плюс огромной сложностью является то, что эту ситуацию, эту историю, эти суды не освещает средства массовой информации. Поэтому он очень просит не оставаться в стороне ни общественности, ни СМИ и приезжает на эти суды, дабы все это дело не закрывалось и не проходило тихо. Собственно, это вот то, что случилось сегодня в Киевском суде, в Святошинском Киевском суде. Студия. Спасибо, Лилия. Напоминаю, наш корреспондент в Киеве Лилия Априль только что делал прямое включение из-под стен Святошинского суда, но могу сказать, что хотя бы в этом есть стабильность, все суды по Украине работают одинаково. Или не являются одна сторона, или вторая сторона, ну или минируют суды, как это сегодня произошло в Одессе. Мы хорошо общаемся с женщинами украинских политиков, которые зарабатывают такие деньги. Две категории, которые работают суды и жены украинских политиков. Все же таки норма, что человек должен зарабатывать деньги, а не женщина для нашей украинской политики. Ты думаешь стереотипами? Послушайте, ну премьер-министр, у нас была женщина, была у нас... Кстати, наверное, это единственная женщина, чей муж зарабатывал меньше, чем она. Национальный банк представляет у нас женщина. Второй случай, говорю. Отож, смотрите, Гройсман задекоровал свои доходы, все чекают таких действий от президента Украины, который по неделю заявил, что сделается протягом 9 дней. Мы чекаем. Я хочу посмотреть, коллеги, миллион гривен зарабатывает вся семья Гройсмана, насколько я понимаю? В год. Кто-то будет проверять эти данные вообще? Ну, я думаю, что так. Есть публичная информация, можно зайти и проверить все это. Кто-то будет конкретно проверять то, что происходит? Главное, насколько она ведь поведает действенность, я думаю, что есть у нас коллеги журналистов, которые любят заниматься таким расследованием. Будем ждать. Идем далее. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко написал. В эту пятницу состоится выбор в Совет ООН по правам человека. Одним из трех прецедентов на места от Восточной Европы, как ни странно, оказалась Россия. Гончаренко пишет, Путину нужны любые рычаги влияния на международные демократические институты. Необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить этого. Потому что участие страны, которая объявила войну правам человека, может дискредитировать эту организацию. В настоящий момент Россия является не только участником Совета ООН, но и учредителем этой организации. Права на учреждение этой организации ей отошли вместе с правами Советского Союза. Поэтому, конечно, они могут продавливать решения, любое на правах организаторов. Ну а я предлагаю еще раз перенестись в суд, теперь уже в апелляционный суд Одесской области, где находится наш корреспондент Юлия Долганюк. Напомню, сегодня там рассматривается очередная апелляция по делу Александра Орлова, которого обвиняют в подготовке и избиении журналистов 19 февраля 2014 года под стенами Одесской областной государственной администрации. Юля готова рассказать нам подробности, начался ли суд, потому что была информация о минировании издания. Юль, тебе слово. Здравствуйте, студия. Я действительно нахожусь в здании апелляционного суда Одесской области. Сюда мы попали буквально несколько минут назад, потому что до этого поступил анонимный звонок в полицию о том, что студию якобы заминировали. Приехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники, но бомбу так и не нашли. Рядом со мной находится представитель лидер Одесского правого сектора Сергей Стерненко. Здравствуйте. Мы сейчас в прямом эфире. Расскажите, что это у нас за такая хорошая традиция минировать суды перед какими-то громкими заседаниями? Это касается не только судов в нашем месте. У нас действительно уже склалась такая традиция. У нас мало не щодня минуют админустановы, админводивли. И, в том числе, майже каждую неделю ликовое поле, когда там мают отбываться пророссийские заходы. Как вы считаете, это минирование якобы связано с этим судебным заседанием? Я не думаю, что оно связано с этим судовым заседанием, потому что заседание все-таки распочалось, и хоть и с запизнением в годину, но ничего не перешкоджает в данный момент его проведение. То есть это хулиганы какие-то? Можливо. Можливо, это относится вообще какого-то другого судового заседания или другого процесса. Тут же не только по Орлову происходит слухание. Важко ответить однозначно. Спасибо. Ну что ж, студия, хочу отметить то, что заседание началось с часовым опозданием. Буквально в эти минуты только запустили Александра Орлова, свидетелей, адвокатов. И только сейчас суды будут рассматривать апелляцию. Спасибо. Это был наш корреспондент Юлия Долганюк. Мы будем продолжать следить за процессом. Ну вот видим, опять-таки стабильность, минирование, все продолжается как обычно. К сожалению, механизмы не изменились. У нас и работа судов, и работа прокуратуры, насколько я вижу, а также механизмы рейдерских захватов и увиливания от ответственности не изменились. Я, честно говоря, удивлен. Два года, как мы ждем изменений, и ничего не поменялось. Есть, Евгений, какое-то мнение по этому поводу? Что-то изменится в ближайшее время? Ну, я думаю, еще мало кто может дать вид поведенцепытания на ведь вещуны. Вещуны у нас такое обещают. Вещуны у нас хватает как раз на самом деле. Так, давайте продолжим пост Алексея Гончаренко. Мне расподобился его пост скриптом. А между тем, Путин на переговоры нормандской четвертки в Берлин ездил со своим пивом. Но ничего удивительного в этом нет. Каждый имеет право на паранойю. Так, ты кого-то мне это напоминает со своей едой. Тотальное недоверие. Действительно ездил с пивом. Я не в курсе этой новости. Насколько мне не видно, пани Меркель запропонувала ему попоедство. Так, я выпил пиво. Насколько Путин сказал, спасибо, у меня есть свое. Саш, ты тоже ездишь со своим пивом? Нет, я как раз езжу, когда узнаю точно, что буду тогащать. Тобто, дивися, это действительно любовь до национального продукта, чи все же таки страх, который преследовал колишнего президента Украины? И не только бывшего президента Украины, но и многих других политических деятелей, которые отличались как раз тоталитарным складом ума. И вот про Национальный банк Украины. Сегодня мы его сгадывали. Буквально годину тому журналист Олександр Дубенский написал про таке. Национальная полиция прямо сейчас проводит обыски в доме заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Причина доведения до банкротства банка Михайловский. Интересно, что они думали найти? Мебель из банка Михайловского или что там? Что может быть дома у человека? Банку из банка Михайловского. Или деньги из банка Михайловского? Как-то они были замечены особенным образом? Ну, я хочу сказать, что это уже на первый случай, когда полиция намагалась влаштовать обшук, но тогда защищали Катерину и безусловно сама паня Гонтарева. А это о чем говорит? Это говорит о том, что... То есть это все по справедливости или это все-таки какая-то игра? Это сейчас воля, кто-то хочет подсидеть гражданку Гонтареву? Не на мой взгляд, как работает Национальный банк Украины, гражданку Гонтареву хочет подсидеть гражданка Гонтарева. Я, наверное, спорю в слово гражданка, которая используется в обычном судах. Ты даже то, что она хочет объимать все посады? Нет, я имею в виду, что ее деятельность сама подталкивает на то, чтобы проверять. Единственное, что еще пишет Александр Дубинский, судя по перечню подозреваемых, экс-глава правления банка Михайловский Игорь Дорошенко, сидя в СИЗО, сдал всю банду. Кто еще потрапит в список этой банды, как пишет пан Дубинский, но мы не знаем, что останется среди перелеков этих людей и безусловно сама голова НБУ. Все цикало. Время покажет. Еще есть у нас новости? Так, и давайте остальная новина. Особенность на странице российских журналистов. Александр Тверской опубликовал такую светлину. Давайте сейчас поднимемся, вы все это зрозумеете. Сотрудники РПЦ в расположении российских войск в Сирии. Фото реальное. Благословляю на бомбежку тут и вот тут. Это уже допис самого Александра. А фото действительно реальное. Ну тут я думаю, что без комментариев. Каждый пусть делает свои выводы. Жень, благодарю тебя за интересный обзор. Напоминаю, наш корреспондент Евгений Салтан говорил, о чем сегодня гудят социальные сети. Мы прервемся ненадолго, после вернемся в студию. И будем говорить о резонансном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 22 часов вчера вечером. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин